Дорогие коллеги, добрый день! Мы рады приветствовать вас на 16-м Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов. Сегодня шестой день марафона, шестой день нашей гонки педагогической и сегодня второй день учителя начальных классов. Учителям начальной школы на марафоне посвящено целых два дня. Наверное, потому, что профессия это, или что учителя начальной школы люди полифункциональные, люди, которые профессионально должны знать, уметь очень многое. И сегодня мне очень приятно представить Елену Вячеславовну Языканову, учителя начальных классов, педагога-психолога высшей квалификационной категории. Елена Вячеславовна провела сегодня мероприятие на марафоне. Это мероприятие, это была лекция, и она называлась «Мета-предметные диагностические работы для учащихся первых-четвертых классов». Елена Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, что вы сегодня испытали, какие эмоции, чувства? Добрый день! Я на педагогическом марафоне выступаю уже не первый год. Мне это мероприятие очень нравится, потому что всегда приятно делиться с заинтересованными людьми своим опытом. Потому что люди приходят на лекцию действительно заинтересованные. Сегодня суббота, и вместо того, чтобы сидеть дома, люди у нас сегодня на марафоне. Зал был полон, тема очень актуальная на всех марафонах. Я сама бы с удовольствием побывала во всех залах, на всех лекциях. Это невозможно. Да, к сожалению, это невозможно. На своей лекции я сегодня делилась со своими коллегами сборником, который вышел недавно совсем. Метапредметные диагностические работы. Потому что по новому федеральному государству образовательному стандарту дети у нас теперь пишут не только предметные работы, но еще и метапредметные работы. Поэтому я написала такие сборники для учащихся первых, вторых, третьих, четвертых классов, чтобы учителя могли заниматься по данным сборникам, учить детей, заполнять таблицы, строить схемы, диаграммы. И кроме метапредметной диагностической работы, я еще рассказывала про свой один сборник. Это развивающие задания, тесты, игры, упражнения. Если метапредметные работы вышли только-только, они вот еще, так сказать, теплые, я их сама держу первый раз в руках, то развивающие задания уже выходят не первый год. Учителя работают по этим книгам во второй половине дня, проводят внеурочную деятельность. У детей развивается память, внимание, мышление. И мы вот сейчас как раз на мои лекции обменивались опытом с коллегами. Они рассказывали, как они работают по данным книгам, спрашивали у меня какие-то рекомендации, давали мне какие-то рекомендации, какие сюда еще задания включить, что-то изменить. Так что лекции у меня, я лекции свои очень сегодня довольна. У нас лекция проходила в виде дискуссии, дискуссии с залом. Большое спасибо. А вот скажите, пожалуйста, вот метапредметная диагностическая работа, вот что под этим вообще подразумевается? Могли бы вы расшифровать? Да, конечно. Метапредметная работа. Да, метапредметная работа – это как бы работа над всеми предметами. То есть здесь задания не касаются только математики, русского языка, чтения. То есть дети выполняют задания, которые построены на предмете математика, русский язык. Например, они учатся заполнять схемы, берут на предмет математика, русский. То есть здесь не откроешь книжку и не начнешь выполнять что-то именно по русскому языку. А именно здесь построены все задания, которые обобщают все предметы в себя. То есть это какие-то надпредметы? Да, да. И, наверное, детям вот такие задания такого типа выполнять гораздо интереснее. Знаете, да, очень интересно, потому что у нас в учебниках таких заданий немного встречается. Поэтому я думаю, что данные сборники должны помочь, конечно, и детям, и учителям поработать над данной темой. В этом году ученики 4 класса писали метапредметные работы. Вот они писали и такие работы в декабре, и по жеребьевке, им выпали тоже метапредметные работы в марте. Вот буквально недавно дети тоже написали такие работы. Я вот поэтому как бы хочу в помощь вот эти сборники предложить учителям. То есть без них теперь никуда. Подготовить будет гораздо интереснее. Ну я думаю, конечно, можно подготовить, но просто хочется как-то немножко облегчить труд учителя, чтобы задание, вот взял сборник, пошел к детям и начинаешь готовить. Да, Елена Вячеславовна, большое спасибо. Желаем вам успехов. Надеемся, что ваши сборники помогут учителям, детям, родителям. И все будет у нас хорошо. Большое спасибо вам. Спасибо. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok